Сейчас очень много новичков разных возрастов стремятся войти в отрасль. А как мы знаем, почти ни одна профессия в этой индустрии не обходится без программирования. Тогда возникает вопрос, какой же путь пройти, чтобы стать программистом и сделать это наиболее быстро и эффективно. Я не буду говорить о каких-то платных курсах или репетиторах, речь пойдет о том, как полностью бесплатно выучиться и стать программистом. Погнали! Давай сразу обозначим, чтобы не было никаких вопросов. Программист – это комплексная профессия, и выучить один только лишь язык программирования недостаточно. Языки программирования – это лишь основы и используются как инструмент для освоения технологий. Например, Java – это язык, а Android SDK – это технология, то есть набор инструментов, позволяющий делать приложения под Android. Чтобы использовать эти инструменты, нужно писать код. И вот этот самый код пишется на языке Java. Помимо Android в бизнес-разработке очень много направлений. Например, фронт-энд – это создание различного рода интерфейсов. Или бэкэнд – это уже написание самой логики приложения, то есть если фронт-энд визуальная часть, то бэкэнд можно сказать все остальное. Еще есть разработчики нейросетей, аналитики, тестировщики и прочие специалисты, которые для работы должны знать программирование. Это я к тому, что зная программирование, можно стать не только программистом, как бы это сейчас не прозвучало. На самом деле профессии, для которых надо в том или ином смысле знать программирование огромное множество. Такое количество различных специалистов обусловлено тем, что создание программного продукта – это довольно сложный и долгий процесс. Но это уже тема для отдельного видео. Но предположим, что это все для тебя лес кромешный. Ты не знаешь кем хочешь быть и пока заморачиваться и не планируешь. Поздравляю, ты идешь верным путем. Он максимально гибок, потому что ты ни в чем себя не ограничиваешь. Ведь изучив программирование, ты в любой момент будешь способен выбрать любую из вышеперечисленных профессий или сфер разработки. Теперь, когда мы разобрались, что учить и для чего, перейдем к тому, как ты будешь учиться. Первое, с чего я советую начать – это изучение основ одного из языков программирования. Тут важно понимать, что все языки программирования работают примерно одинаково. И изучив один, ты без проблем сможешь перейти на другой. Но преодолей свой порыв идти первым языком в Python. Потому что он будет слишком сложен для полного новичка. Все дело в том, что по сути ты можешь выбрать любой язык в качестве первого и освоить основы программирования безусловно ты сможешь. Но вот скорость освоения будет напрямую зависеть от конкретного языка. Не так давно я посоветовал новичкам начинать с Паскаля. О боже, сколько же хейта на меня свалилось. Говорили, как ты можешь это советовать, это же худший язык в мире. И я вас полностью понимаю, ведь независимо от страны, образовательные учреждения уничтожали и продолжают уничтожать репутацию языка, который создавался по сути для этого же самого обучения. И тут я накатал почти целый абзац, говоря о том, что в школах и вузах работают некомпетентные люди. Но потом стер этот абзац и решил, что пока не буду их трогать. Потому что образованию в вузах я планирую посвятить отдельное видео. Касательно Паскаля скажу еще, что он хорош только для освоения процедурного программирования. Процедурное программирование это такой подход к организации кода. И вот помимо этого подхода существует еще два более современных. Это функциональный и объектно-ориентированный подход. Но они очень плохо реализованы в Паскале относительно современных языков. Так что как только перейдешь к теме объектно-ориентированного программирования, лучше всего перейти на Java. Потому что этот язык является таким неким эталом. в плане ООП. Ну или C-sharp. Потому что они очень похожи и C-sharp создавался как прямой конкурент Java. Но вернемся к теме. С какого же языка начать? Если Паскаль не хочется учить с самого начала, то я предложу тебе Java, тот же C-sharp или C++. Начни с самых основ. Изучи, что такое переменные, циклы, ветвления, массивы и тому подобное. Самая главная составляющая это практика. Вот знаешь, когда в школе начинают учить английский язык, сразу пытаются заставить ученика говорить на нем, чтобы он обретал некое чувство языка. Тут все абсолютно так же. Чтобы понимать подсознательно механизмы программирования, нужно много практики. И когда я говорю много, я имею ввиду очень, очень много. На первых порах, чем больше практики, тем лучше. Погугли олибиадные задачи по программированию. Напиши консольные игры, например, змейку, морской бой или крестики-нолики. И не бойся, что твой код будет ужасен. Главное его просто писать. А потом ты выработаешь более красивые подходы, и будет получаться все лучше, красивее и быстрее. В ходе изучения языка будет здорово, если ты придумаешь какую-нибудь задачу, которую ты будешь реализовывать на каждом изучаемом языке при знакомстве с ним. Например, предположим, что в начале обучения ты написал какую-нибудь змейку. При каждом переходе на новый язык, переписывай ее на этот самый новый язык, чтобы просто освоиться синтаксисом приемами и стандартными средствами языка. Что использовать для обучения, решай сам. Я вот, например, люблю читать. И у меня есть книги по программированию. Вообще не перевариваю видео на ютубе. И мне всегда проще найти какую-то статью по нужной теме или прочитать документацию, чем смотреть чье-то видео. Но это не значит, что видео не нужно смотреть. Блин, еще бы я говорил по-другому, учитывая, что ты смотришь мое видео. На самом деле я это к тому, что все люди разные и у каждого свои подходы к самообразованию. Кто-то любит смотреть видео, кто-то читать, а кому-то вообще нужен преподаватель, который все разъяснит и расставит по местам. Все люди разные и то, что работает у одного, может не работать у другого. И вот таким вот образом тебе понадобится освоить самые основы программирования. Процедурные и объектно-ориентированные подходы. И когда я говорю освоить, это значит не только прочитать где-то там статью про это, а каждую тему закреплять на практике. Допустим, в начале своего обучения ты написал ту же самую змейку. После изучения ООП перепиши ее в объектно-ориентированном стиле. По мере изучения нового материала, думай, как ты мог бы улучшить ее, сделать короче, красивее и понятнее. И не забывай сохранять каждую версию своей программы. Тогда ты сможешь наглядно увидеть, как ты прогрессируешь и становишься действительно крутым программистом. Ну и самое главное, не жди, что программирование поддастся тебе за короткое время. Что ты сейчас сядешь и уже через 2-3 месяца станешь крутым спецом. Увы, это так не работает. Чтобы понимать программирование на действительно хорошем уровне, нужно примерно от 1000 часов чистой практики. То есть когда ты сидишь и разбираешься, почему та или иная часть кода не работает. Что значит ошибки в консоли и тому подобное. Кстати, из этого вытекает еще один совет. Не бойся гуглить. Школа научила нас всех, что все нужно держать в голове. И ни в коем случае не пользоваться шпаргалками и интернетом. А еще будет очень хорошей идеей писать код на листочке. Тем, кто дает такие советы, хочется сказать только одно. Что ты черт возьми такое несешь? Да любой специалист, который хотя бы раз в своей жизни работал над реальным кодом, скажет, что таскает на работу свой ноут, чтобы на нем работать, а на рабочем компе гуглить. Или наоборот. Ни один программист не будет держать в голове абсолютно всю информацию. Да это и не нужно. Вот представь, что я месяц не работал с базами данных. А сейчас возникла такая задача. И я не помню синтакс из какого-то элементарного select запроса, который используется для получения доступа к данным в базе данных. Что я сделаю? Да загуглю сразу же. Зачем мне помнить эту информацию, если я могу за 10 секунд ее вспомнить? Так что если ты что-то забыл или увидел какую-то незнакомую ошибку, то бегом в гугл. И гуглить кстати советую по-английски, потому что так ты упростишь себе поиск информации. Кстати умение искать информацию в интернете, это тоже очень важный навык, который даже является требованием для некоторых вакансий в сфере айти. Итак, вот ты изучишь язык программирования. Что дальше? Тогда уже тебе надо будет выбирать технологию, с которой ты хочешь работать. Я вот почти с самого начала интересовался мобильной разработкой. И где-то в классе 10 начал учить Android SDK. Просто потому что мне это нравилось. Тут важно понимать, что все технологии работают примерно одинаково в плане организации кода. И разработчики стараются прийти к некому стандарту. Например, как я уже сказал, я учил фреймворк для разработки под Android. А пару лет назад я заинтересовался разработкой плагинов для Minecraft. И используя свои знания в организации кода в строите. Я выучил SpyGOT, так называется технология для написания плагинов, за относительно короткое время. Ну и тут можно было бы дать совет. Типа выбирай, что интересно. Но это будет некорректно. Потому что надо учитывать требования рынка. То есть какая профессия сейчас нужна работодателю. Ну если конечно конечная цель твоего обучения найти работу. Ну и тут какие-то советы давать сложно. Все зависит от того, в какой стране ты проживаешь, от того, в какой части страны ты проживаешь и тому подобных факторов. После того, как ты выбрал сферу, поставь себе какую-нибудь реальную задачу. И вообще, в процессе всего обучения старайся ставить себе какие-то сверхзадачи. То есть то, что ты не можешь сделать, потому что не хватает знаний. Таким образом ты будешь развиваться и постоянно совершенствовать свои умения. Вдобавок, во время обучения ты будешь сталкиваться с тем, что нужно знать какие-то дополнительные технологии. Такие как базы данных или системы контроля версий. Изучив которые, ты не только сильно спрогрессируешь, но и получишь дополнительный навык, который пригодится в будущей работе. Если сейчас ты не совсем понимаешь, что это за дополнительные технологии, то не парься. Со временем ты сам придешь к их изучению. Это просто так работает. Брать информацию можешь из тех же источников. Не думаю, что на этом этапе тебя уже нужно будет учить поиску информации. Ну вот и все. Десятки и сотни часов практики, тонна усердия и расплавленный после занятий мозг сделают из тебя отличного джуниор-программиста. Разумеется, сеньором на самообразовании ты не станешь. Для этого нужно много работать над реальными проектами вместе с опытными людьми. Но такого рода опыт обычно приобретается на работе джуном уже в реальной компании. Ну а того, что я сегодня описал, будет достаточно, чтобы найти свою первую работу. На этом все. Удачи и пока.